так сижу сейчас смотрю дни турбиных и снимаю для вас видео сегодня не так холодно как вчера поэтому мы сейчас пойдем на прогулку честно говоря даже не знаю что вам сказать булгаков конечно гениальный просто гений потому что вы сами все прекрасно понимаете почему я думаю мне нет смысла никакого говорить вот так вот смотришь на события столетней давности и понимаешь понимаешь что ладно не будем на грустном сами все прекрасно понимаете добрый всем день сегодня у нас 10 января 2024 года харьков я продолжаю свой видео дневник как сказал ключевский история ничему не учит но наказывает за незнание уроков сейчас это почему-то так отчетливо я понимаю вообще хочу сказать то что воспринимать по-другому начинаешь и уже с высоты как-то прожитых лет и наверно от обстановки в которой пребываешь ты начинаешь по-другому воспринимать одни и те же произведения фильмы книги вот то что раньше вообще как-то мне не очень нравилось сейчас я смотрю читаю просто не отрывая глаз я уже вам говорила что булгаков это один из моих любимейших писателей вот если даже взять роман белую гвардию или пьесу дни турбиных которых я вот сейчас и смотрела ты конечно шедевр прошло сто лет и вот как нельзя кстати оказалось цитата ключевского потому что ты начинаешь осознавать смотреть на это все и и думаешь да как вообще такое может быть ну как вообще такое может быть раньше как-то вы знаете это не но дни турбиных не был как-то так вот любимым фильмом я его видела но мне больше нравились другие произведения булгакова такие как мастера маргарита собачье сердце а вот сейчас как-то белая гвардия роман и пьеса вот это вот дни турбиных она как-то на повестке дня ну по крайней мере для меня я опять же таки скажу не не пытайтесь мои видео приплести к политике как-то это ополитизировать я ничего не хотела сказать этим видео ничегошеньки просто так мой видеодневник я рассказываю что я смотрю что я делаю вчера даже там портрет пушкина на стене вызвал шквал эмоций да как это так нельзя вы что я такого не знаю чтобы нельзя было пушкина держать на стене или в качестве бюста фигурки статуэтки изображения такого нет такого нет кстати хочу сказать то что у нас вчера были взрывы опять ночью ночью я слышала взрывы 2 далеко далеко от меня это явно было не близко но она услышится но в черте города потому что если бы не в черте города я бы вообще наверное не услышала спасибо за ваши отклики за то что вы вообще пишите хороший комментарий за то что вы делите вчера мой рассказ о находках у ёлочных игрушках вообще о мусорках ну я так края вкратце упомянула мусорку вообще о мусорках могу много рассказать различных историй что на них было найдено и истории которые мне рассказывали истории из жизни антикварной так что я много чего могу рассказать мне было очень приятно то что вы поделились своими историями кстати кто не подписался на канал обязательно подпишитесь мне будет приятно ваша подписка проверьте кто был подписан подписки слетают в общем сейчас зачитаю несколько историй я так люблю такие истории мяш на проданном участке земли волгограде стоял маленький послевоенный домик на чердаке муж обнаружил круглую шляпную коробку с документами царских и революционных времен а также были брошены письма эта переписка семьи второй мировой фигурируют городах харьков гомель бердичев города в крыму один из адресов харьков клин город улица тринклера корпус 4 бабенко мария в доме где найдены письма желая семья алексеенко мамины письма которую звали любовь михайловна написаны очень грамотный красивым почерком видно что училась гимназии сохранились фотографии семьи видно среднего сословия много писем сына володи с фронта с госпиталей письма очень теплые а сорок пятого и сорок шестого годов письма из венгрии и румынии видно не сразу вернулись домой писем очень много столько фактов мне эти люди которых я никогда не видела стали родными читаю плачу сколько им пришлось пережить и вы танечка правы мало кому это интересно и я этого не понимаю спасибо вам большое за то что вы поделились историей своей находки это было очень вообще приятно очень мне это радует интересно кстати интересная история сек это второе уже письмо интересная история с секретиками хорошо что вам достались елочные игрушки вы можете это оценить когда я гуляла со своими собаками много раз видела целые библиотеки прекрасных книг полных собраний раньше люди стояли в очередях на подписку полных собраний классиков а теперь наследникам это не нужно только квадратные метры они называют книги мусором были сборником больно смотреть несколько раз я останавливала людей предлагала книги интересно что останавливались и брали книги люди старшего поколения но не молодые они не в состоянии оценить академические издания высшего качества не понимают ценности этих изданий таких сейчас нет не все можно прочитать в интернете полностью с вами согласна не все вообще это понимают для некоторых стала такая миф им кажется это правда то что в интернете есть все и все нужно почитать в интернете нет этого нет в интернете никогда не будет потому что если вы не понимаете нужно сделать так чтобы люди тупели и не получали тех знаний которые которые раньше были им доступны вообще книгу никогда не сравнить с экраном люди слишком привязаны к удобствам комфорту нет духовной пищи помню как раньше все читали в транспорт теперь сном а сейчас все в смартфонах обсуждают все и всех сама стала этим страдать не замечаем как величаем как скатываемся в пустоту следующее тоже письмо что говорить архив григория александрова и любови орловой родственники выбросили на помойку просто сердце кровью обливается когда видишь такое неуважение к памяти умерших родственников мира и добра нам всем да я помню эту историю если я не ошибаюсь то в квартире любови орловой впоследствии жил адвокат александр добровинский да возможно я что-то путаю но мне так почему-то кажется что я слышала такую историю кстати добровинский я не знаю как сейчас но раньше он собирал у него была одна такая из самых больших коллекций советского фарфора фигур было у него очень много фигурных очень рано начал собирать и имею ввиду как раз в развал советского союза тогда когда это все выбрасывалось на помойке он за копейки по и покупал уникальные фигуры у него не только фигуры советские собирал у него там разные направления он много чего собирал и агитлак как он любит говорить кто не знает что такое гитлак боже я начинаю за одно говорить потом за другое ну простите мои видео так построено и с вами общаюсь просто просто веду беседу вот что что о чем вспомнила там рассказалась и сейчас зашла речь о квартире любовь орлова интересно добровинский сейчас там проживает квартира там огромная была так вот агитлак раньше когда произошла революция 1917 года там где раньше писали иконы в общем иконы писать запретили иконописцы начали писать на досках расписывать шкатулки панно рисовать стали пионеров рисовать стали вождей ну и так далее в общем иногда они так иронизировали рисовали такие знаете в общем потролливали власть советскую назовем это так современным языком все что они могли это с помощью своих работ с помощью красок изобразить все свое негодование к происходящему ну да ладно речь сейчас вообще была о другом да так бывает когда наследники вспомнила кстати опять опять вспомнила но фарфор это же моя больная тема кто не знает фарфор для меня это самое самое такое вообще чем я страдаю болею старым нашим фарфором помню как я вам сейчас сказала что самая большая коллекция была советского фарфора у добровицкого да но все-таки самые редкие вещи самые вообще редкие у кого только были из частных коллекционеров это было у петра авина у него была коллекция агитационного фарфора довоенного двадцатых тридцатых годов и у него были такие вещи которых не было в музеях самых лучших собраниях фарфора у него брали это музей делали экспозиции выставки брали у него работы у него были работы данько сестер данько которые единичных экземплярах и были только у него в общем я много знаю таких историй то я сейчас вам могу рассказывать до бесконечности у кого что было у кого что не я правда не знаю у кого что осталось на сегодняшний день 2024 это мне невидимая где эта коллекция тоже находится сейчас и на и вторая у меня иногда много возникает мысли по этому поводу и даже бывает вечером пытаюсь заснуть и думаю вот интересно где сейчас та или иная коллекция ну вот такие вот у меня мысли связанные с моим родом деятельности для меня это все интересно для меня это целая жизнь целый мир мир яркий красочный друзья мы сейчас пойдем у нас еще куча дел нам надо и погулять успеть у нас сегодня не так холодно как вчера всем хорошего дня хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром